Конструктор страниц SP Patch Builder обновился до версии 3.6.4. С новой версией появился новый аддон, адаптивный слайдер. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Я перехожу в админку с сайта. В этом видео я хочу вам показать возможности нового аддона. В поиске плагинов я нахожу Image Slide и перетаскиваю его на холст. Сразу видим слайд с дефолтными картинками. Вот такие стрелки переключателя. Внизу есть тоже переключатели. Адаптивная галерея. Вы можете сами убедиться в этом на планшете, как все это смотрится. На смартфоне. С этим проблем нет. В этом аддоне в галерее настраивается практически все. И давайте рассмотрим настройки. Слева выбираем вот по этим картинкам. Например, если мы хотим отображать слайд, одна картинка во весь холст, так сказать. Потом сменяет ее другая. Сразу отображается, например, три картинки. Отображается вот такого вида и вот такого вида. То есть здесь просто определяйтесь, как вам больше здесь нравится. Ниже опция это у нас высота слайда. Вот эта опция, где у нас показано 15, это у нас ширина вот этих вот двух картинок, которые мы видим немножко. То есть следующая, то есть сменяет которая картинка. И здесь вы выбираете, либо их вообще будет не видно, либо их будет видно немного. Дальше вот это у нас. Вы видите, что происходит, да? То есть мы выдвигаем просто, чтобы больше было видно, было картинок сразу изначально. Дальше кнопка автозапуска. Включаем, чтобы у нас автоматически слайд переключался. Дальше speed. Это скорость переключения слайда 2500 миллисекунд, то есть 2,5 секунды. Можете этим управлять, увеличить или уменьшить скорость. 4,5 тысячи ниже опция. Миллисекунд это задержка. То есть, например, если я поставлю 1000 миллисекунд, то слайды будут переключаться гораздо быстрее. То есть задержка будет меньше. Вот вы сейчас это видите, переключение происходит очень быстрое. Ниже настройка уже самих слайдов. То есть вот эти вот элементы вы можете кликнуть по шестеренке каждого элемента, отредактировать. То есть это поменять фотографии на свои. Иконка дублирования, иконку удалить в корзину. То есть просто по шестеренке кликаем. Если нужно поставить метку администратора, это информация только для администраторов. Можете здесь пометить. Дальше заголовок. Если нужно прямо на фотографии поместить текст, вот мы можем разместить его. Также есть возможность поместить под заголовок, и есть возможность поместить еще какой-то дополнительный текст. Сейчас вы видите, вот три текста я добавил. Ниже вот здесь вот вы нажимаете Delete, и с компьютера загружаете фотографию. То есть в каждый слайд нужно будет подгрузить свою фотографию. Изменения внесли. Нажимаете на галочку, нажимаете Save, и это все будет видно на сайте. Вот вы видите, вот я текст внес. Здесь это все видно. Соответственно, если вам не хватает здесь элементов слайда, по кнопке Add Item вы добавляете новый элемент для картинки. Далее, нужны ли вам внизу переключатели? У нас там такие полосочки, да, то есть это переключение по слайдам, у нас же есть еще и стрелки переключения. Вот эта кнопка, если мы выключаем ползунок, то видите, исчезают снизу вот эти переключатели, если они вам не нужны. Если они вам нужны, то ниже для них есть опции. Вот эта опция, это видите, смещение выше-ниже. Следующая опция, перемещение, вот влево-вправо этих вот переключателей. Дальше у нас вот эта кнопка, это у нас, видите, толщина вот этих вот линий, то есть все очень четко можно настроить. Вот так вот их можно вытянуть. Дальше цвет им задать какой-то. Вот вы видите, неактивным красный цвет я задал. Дальше, толщина рамки, то есть у них даже еще есть и рамка, можно сделать рамку, цвет рамки. Дальше скругленный радиус, скругленные углы рамки. То есть вот они вообще без скруглений, сейчас вы это видите. Есть еще вот такая кнопка, это активная вот эта вот кнопочка. Вы видите, активная сейчас синяя. Вот она переключается, сюда вы переходите. И цвет активной кнопки, например, пускай будет какая-то зеленая. Вот она, видите, сейчас она тут зеленая. Допустим, я это не использую. И также вот эта кнопка говорит о настройке самих стрелок переключения. Даже их можно скрыть. Вы видите, я их скрыл. Если мы их используем, то также, видите, положение этих кнопок выше-ниже, а также ближе-дальше. Можно есть вариант поменять стрелку на кнопке. Также внутренние отступы, ширина, цвет и другие опции. И также ховер, то есть при наведении на них, например, вот заливка красной цепи. Вы видите, также можно настроить. Возвращаемся на самый верх настройок. Здесь мы не затронули еще одни настройки. Переходим вот по этой кнопке. Наложение. Смотрите, выключено было. Если включаем, вы видите, сразу в режиме реального времени накладывается градиент поверх наших изображений. Градиентом можно управлять ниже. Вот вы видите, тут два цвета. Например, от зеленого будет переходить к какому-нибудь там синему. Вот так. Также прозрачностью можно управлять, сделать там потемнее. Дальше вот тонкие настройки градиента. Преобладание цвета, например, больше зеленого. Вот уходит, видите, в зеленый. Также больше синего. Вот вы видите, в синий уходит. Да, также линейный градиент, радиальный градиент. Градиент от центровой там по центру, по центру. Или топ-лефт, там сверху-слева и так далее. Если мы не используем градиент, его отключаем. Ниже смотрите опции. Это уже настройка текста на фотографии, если мы используем текст. Сейчас я его поместил выше. Можно по центру. Вы видите, он сейчас по центру. Можно текст разместить внизу фотографии. Также слева текст, по центру справа. Стиль. Можно сделать больше заголовок. Высота строки. Отступает у нас под заголовок. Шрифт для заголовка. Другие настройки. Подчеркивания. Все к обслугам. Наклонный шрифт. Цвет заголовка. Вот сейчас видите красным я сделал. И то же самое для под заголовка. Вот здесь это все настраивается. И для описания. Тоже похожие настройки здесь имеются. Все можно гибко настроить. Вот такой вот новый плагин от SP Patch Builder. Надеюсь, вам этот плагин понравится. Если вы хотите более детально изучить компонент SP Patch Builder и построить профессиональный сайт, то в описании к этому видео я оставлю ссылку на презентацию моего полноценного видеокурса для начинающих. Если вас компонент SP Patch Builder заинтересовал, также ссылка в описании. Можете его там приобрести. Покупая компонент SP Patch Builder, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем.